друзья всех приветствую на своем канале у нас уже день солнце светит ярко-ярко я хочу друзья заглянуть своим уткам посмотреть что тут делается у нас с яйцами несут или несут и уточка села или не села посмотрите у этой утки сколько пуха цепляется за ногами делаем какой вывод или это уточка рвет пух себя до или она сидела в гнезде где был уже нарван давайте посмотрим у меня сегодня не было возможности посмотреть с утра я забежала быстренько покормила уточек надо было пойти поликлинику с внуком к врачу вот мы уже пришли я хочу посмотреть что тут делается так друзья ну вот видите пух утка рвет и уже больше пуха сегодня третий день но пуха еще не так много и яйца уточка несет причем ни одна три утки вот смотрите друзья позавчера я взяла 3 яйца вчера 3 яйца и поза позавчера короче три дня подряд по 3 яйца а трех уток я брала значит здесь я оставила три яйца было или два здесь одно давайте посмотрим что тут у нас делается я уже не помню слушайте но я их помечала вы смотрите не помеченное яйцо это свежее вот это у нас помеченное вот видите второе число сегодня у нас третье значит это яичко сегодняшнее так дальше что тут у нас ну вот более грязное это вот здесь я оставила с первого числа яйцо с первого числа так это не помеченное значит это вновь снесенное яичко так не помеченное и вот помеченное друзья первым числом получается в этом гнезде значит я оставляла 3 яйца за первое число вот вчера это было да то я уже слушайте запуталась вот эти вот на правильно вчера было второе число и я оставила почему я забрала свеженькие за второе число потому что эти яйца утка уже начала греть вот поэтому друзья и вот эти два яйца наверное я все-таки вытащу вот друзья эти два яйца я вытащу потому что они свежие вот это яйцо я заберу вот я их помечу и положу ведерочка где я собираю яйца в другое ведро уже буду складывать потому что это свежие яйца я подпишу 3 число 3 мая так пока сюда поставлю чтобы они не катились так это яйцо у нас вторым числом да пусть пока лежит что я буду делать друзья уточка рвет пух то есть со дня на день она сядет на гнездо но пуха еще не так много значит этой ночью или днем сегодняшнем да она будет нарывать еще пух и усянется в конце концов если не этой ночью то следующей ночью но по моим наблюдениям уточка когда начинает рвать пух она через три дня уже окончательно на гнездо так что если не этой ночью повторюсь на следующую ночь она уже окончательно сядет и уже не станет надеюсь . меня не подведет что она так и сделает а что же мне остается друзья делать сейчас я яйца которые я собираю подложил в это гнездо и уточку я тем самым простимулирую быстрее усесться в гнездо а то надолго думаю сейчас я пойду за яйцами принесу их сюда и уложу в это гнездышко а вот эти яйца я заберу потому что они свеженькие вот и подпишу на очки пошли вот скорее всего вот та уточка которая возле выхода да вот она и дерет пол и она хочет посесться внутри уточки друзья молодцы девочки мои уже несутся причем 33 несутся и три яйца в день понимаете не так что два яйца через раз через день одно яйцо 30 каждый день вот уже я беру друзья три яйца четвертый день подряд кстати вот и темные уточки тоже волочиться он за лапами пух скорее всего значит темная уточка и вот это вот возле выхода коричневая уточка они снесли два яйца вот в это гнездо где был пух а вот эта уточка возле паилки которая до коричневая она снесла яйцо другое гнездо поэтому пуха у нее на ногах нету так проводим расследование уточка а уточка 6 такая грязная слушайте любят они у меня ковыряться в болоте такие грязные хоть воды меняю но они наносят эту поилку жижи там конкретно опять надо выливать наливать им чистенькую водичку но утки в принципе они друзья таки любят болото им не нужна даже чистая вода это их не стихия в болоте ковыряться вот одна жрет траву другая пьет водичку а третья там что-то еще находит и кушать умнички девочки самую главную работу свою сделали яйца снесли а сейчас трапезничают я друзья сходила за яйцами и идем 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 друзья потому что мне сегодня вечером не будет времени у меня друзья этим заниматься если честно поэтому я сейчас это делаю в дневное время сначала я яйца вот эти вытащу вот с датой первого числа да я поставлю пока тут я хочу немножечко так поправить вот вот это я сторонку поставлю до верхнюю часть сена с пухом поставлю в сторону чтобы накрыть яйца так теперь беру яйца друзья и буду укладывать гнездо у меня каждое яйцо подписаны по дате снесения яйца и подписана где от уточек вот с буковкой с это мои уточки типа старушки вот эти вот мадамы есть яйца с буковкой м ой где-то они глубоко на донышке его нашла это уточки снесли молотки сейчас они не хотят нестись вот и поэтому я рада что мне несутся хоть уточки уже полутора годовалые старушки так давайте посчитаем 4 яйца 6 8 10 12 12 14 17 ой 16 18 20 22 все миска пустая 22 яйца и вот эти 3 яйца друзья под маркировкой 1 которые были в этом гнезде я их тоже сюда докладываю да я это делаю 25 яиц все вот так вот я прикрываю сеном с пухом вот чтобы уточка захотела продолжить то что она начала делать то есть рвать пух и усесться гнездо все уточка увидит что здесь много яиц и она захочет быстрее сесть и парить яйца друзья ну я надеюсь на это чтобы в это гнездо не залазили другие утки то я наверно и закрою половинку гнезда этого но я еще посмотрю что мне сделать лучше вот это яйцо у нас осталось вчерашние я могу это яйцо вытащить и поставить сегодняшнее яйцо но я уже ставлю это яйцо здесь друзья а завтра уточка снесет яйцо сюда свеженькое да я свежее яйцо оставлю в этом гнезде а это яйцо заберу отсюда вот и буду собирать уже следующую партию для другой уточки которая в будущем мне тоже сядет на яйца подкладываю друзья 25 яиц да многие посчитают что это много но в прошлом году я так делала я даже больше подкладывала но почему я столько подкладываю яиц потому что друзья может быть много неоплода я не знаю как работал мой селезень беляш как работал селезень каштанчик ну посмотрим возможно много яиц я просто от бракую потому что будут неоплодные и поэтому закладываю столько яиц уточка в состоянии обогреть столько яиц ну посмотрим уточки у меня крупненькие большие немаленькие вот поэтому в состоянии уточка накрыть вот все вот эти 25 яиц яиц ну будем смотреть друзья я вам покажу сядет уточка или не сядет но я думаю что сядет вот я получается побольше яиц положила да то есть я ее стимулирую быстрее усесться на яйца ну видя сколько пуха друзья каждый день то есть каждым днем все больше и больше пуха в незде я делаю вывод что уточка уже готовится сесть на яйца так что уточка давай начинаем не работать сидеть варить яйца а то я уже две инкубации провела две с утильными яйцами и третье у меня получается же инкубация коробочки вот уже две недели точно инкубируется осталось еще три недели вот так так что пришло время поработать уже уточки у меня есть еще молоденькая уточка торпеда вот она тут и прячется торпеда торпеда помахай ручкой вот это сентябрьская уточка друзья торпеда сколько тебе уже возраст какой на 7 месяцев нам уже есть до октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель мая 8 до а будет 8 друзья будет мая только начался вот ей 7 с половиной месяцев торпеда а ты думаешь нести яйца уже пришло время надо уже да тем более беляш топчет эту уточку уже пора давай давай я хочу 4 яйца в день получил ну вот одна утка сядет на гнездо парить яйца останутся две взрослые уточки и торпеда было бы неплохо если бы торпеда мне тоже вот занеслась бы интересно еще молоденькие уточки мне снесли сегодня яйца или нет оставляю в покое свои уточки кушайте кушайте давайте набирайте сил давайте хорошие девочки хорошие уточкам полтора года так одна уточка здесь вторая уточка под лестницей так беляша не видно беляш вон там сидит да 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 вместе с третьей уточкой и с цыплятами слушайте друзья я отсюда вижу яичко ой яичко есть давайте соберем так беляш ты шо ой беляш это ж не беляш это каштан каштан я тебя спутала ты же каштан да давай 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 опа тихо не пугай меня тихо тихо дай яичко возьми дай вот так возьмем яичко все молодцы молодцы да напугал меня тихо молодец молодец и все такое оно темненькое с налетом таким не видно есть яйца разные с разным налетом есть более светлые и тоненькие молодец уточка и мне кажется что это снесла вот эта уточка частенько она не сидела здесь в гнезде но они яйца не так и не несла сегодня решилась скорее сада ну не знаю друзья у меня не было дома я не видела вот поменяла им ящик то другой поставила сено накидала на сено вытаскивают тут все кому не лень ну еще буду придумывать с гнездами в общем посмотрим как им обустроить получше получше было потому что утки-то и вот у меня здесь с цыплятами молоденькие уточки расселила разделила стареньких и молоденьких для того чтобы увидеть работу селезней и чтобы дать возможность каштану поработать потому что беляш не давал ему работать и друзья очередной раз я проверю оплот яиц проверю работу селезней как они работают каштан он моложе намного беляш старенький ну я не знаю насколько конечно он старенький но старее чем каштан и будем смотреть как работает мой беляш и как работает мой каштан главное чтобы уточки молоденькие не слись а то сделали они небольшой перерывчик сегодня первое яйцо уже не было где-то неделю яиц друзья ну зато четыре дня уже я собираю от стареньких уточек своих от стареньких господи онишние старенькие они еще ооо какие еще могут нестись и нестись но в сравнении с этими уточками у меня старенькие вот так яйцо ура ура хорошие девочки молодцы весна май солнце очень влияет на уток вот как потеплело такие уточки занеслись получше а а то была погода у нас холодная дождливая ветер промозглый такой был и утки не очень хотели нестись а сейчас им нестись только в радость и хозяйку радует вот так сами наверное не прочность и яйцо радуется да и хозяйку радует вот так утки только отсюда вышли цыплята заняли позицию вот они там любят а там прохладненько поэтому не там и сидят ты старшенький мы что слышите адлерские от курочек адлерских и от петушка адлерского но вот это ящик сидит это не адлерская это уже полностью все друзья всем большое спасибо за просмотр до новых встреч с вами была наталья пока пока